Приветствую вас, на что бы я обратил внимание женика, это на то, что, первое, вы пытаетесь выпросить обращение, то есть у вас чувство вины, и в первую очередь мне кажется, что работать нужно именно с этим, с чувством вины, которое является следствием того, что вы поругались, и того, что вы называете себя неправой, как мне кажется, то есть получается так, что вы как будто бы осуждаете сами себя за то, что у вас есть некоторая позиция, то есть вам там, ну условно говоря, вам что-то не нравится, к примеру, вот, вас что-то не устраивает, к примеру, вы это терпите, вы это подавляете, и, как правило, пытаетесь это терпеть, и, как правило, пытаетесь это подавлять, вот, а когда вы, соответственно, выпиваете и контроль ваш несколько осудевает, что вполне нормально, вот, вы начинаете говорить о том, что вас не устраивает в такой достаточно экспрессивной форме, потому что это накопилось, вы после этого себя вините. То есть мне кажется, что, ну, мне показалось, по крайней мере, что вы боитесь, вы боитесь остаться одна, то есть боитесь, что человек вас бросит, например, вот, да, и что вы не будете в отношении с этим, нужно поработать, и второе, это вот как раз история про вот то, что вы копите, 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 условно говоря, там, свое недовольство, да, вот, и, соответственно, оно, это самое недовольство, в итоге играет с вами злую щутку. То есть есть вариант такой, чтобы быть более искренне, быть более естественно, и, естественно, как бы, ну, выстраивать отношения с своим, например, мужчиной, да, для того, чтобы, ну, как бы он был, он и вы были в курсе того, что вам нравится, что вам не нравится, что вас устраивает, что вас не устраивает, чего вы хотите, а чего нет. И это, в принципе, вполне, наверное, было бы здесь логично, поэтому я бы не остался именно выбрать прощение, потому что не извиняться, а я бы старался больше говорить и говорить о том, что вас не устраивает. А ситуацию, которая с вами произошла, воспринимать в большей степени как катализатор, такой катализатор, который, ну, просто-напросто помог вам увидеть вещи, которые вас волнуют. Мне кажется, что обида вашего мужчины связана с тем, что он просто-напросто, возможно, не ожидал того, что вы, ну, что вас не устраивают какие-то вещи, он вполне, возможно, не ожидал, что вам не нравится, вот, то, что, ну, то, о чем вы говорили, вот. А вы, соответственно, пытаетесь удержать себя в определенном состоянии, которое, ну, вы сами считаете наиболее приемлемым, хотя вам оно, ну, судя по всему, судя по всему, вам оно не очень-то подходит, потому что, ну, опять же, иначе бы вот этой ситуации не было всей. Я имею в виду, вы бы не взорвались, да, вы бы, вот, ну, в принципе, нормально бы себя чувствовали. Вот. То есть, мне кажется, что вы, в принципе, в целом, на то, что происходит между вами и вашим партнером, смотрите немножечко, как бы, не с того угла зрения. Вы смотрите с той позиции, чтобы вернуть все, как было. Ну, именно это, то, как было, стало причиной того, что вы поругались. Именно ваша неудовлетворенность, именно, ну, вот, некая такая, такая, некая такая, может быть, диссоциация между тем, кем вы пытаетесь быть, и тем, кто вы есть на самом деле. Между тем, какие, например, ну, какие, например, ценности свои вы пытаетесь показать человеку, и тем, допустим, какие ценности вот вас, ну, на самом деле волнуют, беспокоят, тревожат и так далее, да. Вот. Я бы, наверное, все-таки больше обратил бы внимание на данный аспект, на то, насколько искренне вы, условно говоря, являетесь в, ну, вот, в отношениях. Вот. И уже как-то вот в этом направлении двигаться, уже как-то в этом направлении смотреть, и уже как-то в этом направлении действовать, потому что, в противном случае, ну, ваши ссоры будут повторяться, вот, на мой взгляд, не просто так вы, там, условно говоря, выпили лишнего, да, то есть мне кажется, что у этого есть подоплёка, вот, и подоплёка, как мне кажется, достаточно серьёзная, вот, и, соответственно, есть также то, чтобы вас, условно говоря, как-то вот мотивирует в этой подоплёке оставаться, вот, а именно вас в этой подоплёке мотивирует оставаться, по-видимому, это, по-видимому, первое, чувство вины, второе, страх оставаться в одной, вот. Здесь мы говорим уже о ощущении вас самодостаточной, мы здесь говорим об ощущении вас ценной себя, без, условно говоря, там, привязки к, ну, человеку и так далее. Это совершенно не означает того факта, что вы, там, не должны стремиться к отношению между людьми, и это означает просто то, что вы, как бы, вот видите, видите, видите себя, да, видите себя, исключительно ценной только через, ну, условно говоря, вот вашего товарища, вашего мужчины. И если это единственный ценз, который, ну, способен дать вам ощущение, что вы значимы, вот, что вы ценны, то, конечно, скорее всего, вы будете естественнейшим образом за него пытаться держаться. Я бы здесь все-таки больше внимания уделил именно тому, чтобы на себя опираться в том числе, вот. То есть это какие-то ваши собственные интересы, это какие-то ваши собственные увлечения, это какая-то ваша реализация, но не такая реализация, типа, вот, ну, там, условно говоря, работа, да, и прочее, это именно вот что-то, что наполняет вас, что вдохновляет вас и так далее. Вот, а если вы, допустим, вот, тяготеете к такому, условно говоря, оценщику, то понятно, почему мужчина, собственно, условно говоря, знает, что вы к нему привязаны, да, он знает, что, там, вы от него зависите. Ну, вот, тут вы, соответственно, взбрыкнули, условно говоря. Вот, ему это, конечно же, не понравилось. Он, конечно же, такого не ошибался, потому что, ну, обычно вы, там, более, терпеливый, вот, ему не замёк, что, что вы, на самом деле, себя ломаете. Вот, а вам страшно, что, если вы, если вы себя ломать не будете, то он с вами не будет. Вот, может быть, это правда, что, если вы ломать себя не будете, он с вами не будет. Может быть, это правда, но, хорошо ли вам будет, вот, в таких отношениях, где вы вынуждены кого-то играть. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему двери. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Спасибо. Спасибо. Спасибо.